Мы будем разыгрывать билеты на матч «Спартак-Терек». Напоминаю, что дозвонившийся участник за 60 секунд должен назвать максимальное количество футболистов, игравших когда-либо за футбольный клуб «Спартак» в год, когда они становились чемпионами. То есть назвать чемпионский состав в год чемпионства в Российской Федерации или Советского Союза. Ну а в пятницу мы подведем итог. Определяем участника, который назвал наибольшее количество человек. Первое место победитель получит билеты на матч «Спартак-Терек», который состоится в следующий понедельник, 16 мая. Второе место шарфы, третье – сувениры. Итак, у нас есть болельщик, который до нас дозвонился. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, пожалуйста, слушайте мне радиостанцию, а меня в телефон. Здравствуйте. Да, слышите меня? Да, слышу. Прекрасно, у нас есть с вами контакт. Болеете за «Спартак»? Конечно. Хотите пойти на матч «Спартак-Терек»? Очень хочу. Прекрасно. Давно болеете за «Спартак»? 20 лет. Это классно. Значит, что вы знаете тот год, о котором я говорю. Итак, время сейчас пойдет, а вы должны назвать максимальное количество футболистов, которые играли в чемпионский для «Спартака» 1996 год. Время пошло. Ширко, Оленичев, Питов. Прекрасно. Так, Роман состоял. Узматуллин, Килимонов. Так, оба, да, молодцы. Ананка. Ананка. Горукович. Никифоров. Листок. Безродный. Было. Пятницкий. Цыбоварь. Конечно. Кетчинов. Так. Маров. Цырков. Тихонов. Куда без него. Ну, еще есть время, еще есть фамилии. Испеев, наверное. Молодец. Так. Ну, уже так остались. Вот. Павленко, может быть. Прекрасно, да, Павленко, да, класс. Паров. Спорт-ФМ. Вот так вот и стекло. Время и стекло. Минута. Спасибо большое, Дмитрий. Чувствую, не читали. Чувствую, по памяти. Молодцы. Мы слушайте эфиры Спорт-ФМ программы 100% футбола в течение всей оставшейся недели. И мы будем вместе с вами подводить итоги. Вы назвали много фамилий. Мы, соответственно, будем вам, ну, слушайте, других своих конкурентов. И, возможно, вы выиграете билеты на матч Спартак-Терик. Справился. А Борези его назвал? Ты знаешь, да, Борези кличка? Кого вам? Рамис Мамедов? Нет. Нет? Кто? Защитником. Кого? Вот у меня тоже из памяти вылетело. Это знаешь, что Борези его звали все. Нет, я, к сожалению, не помню. А там, а какие защитники в этом? Ну, вот остался, по-моему, только Александр Лепко еще не назвал, и все, наш болельщик. Да, защитники... Ананка, Грлукович, Евсеев, Мамедов, Никифоров, Хлистов, Лепко. Хлистов. Да, Хлистов. Хлистов его назвал? Конечно, да, Хлистов его назвал, да, все верно. Вот его кличка Борези. Конечно, естественно, с такой-то шевелюрой. Мы продолжаем наш эфир еще буквально несколько минут. Пять минут у нас есть для подведения футбольных итогов. Напоминаю, после 15 часов наша программа «Все хоккей», посвященная чемпионату мира по хоккею, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге. От 16 часов вместе с нашими ведущими Артемом Дроздовым и Владимиром Дегтяревым болеем за Россию в матче «Россия-Латвия». Александр Бубнов у нас в студии, я Дмитрий Дерунец. Наши координаты. СМС-портал 5533 в начале слова «Спорт». Вайбер, ватсап 89252222293.2. Спрашивается, какой перепой у Краснодара положительный имидж? Ну, вы знаете, в целом положительный. Несмотря на то, что вы называете, да, там, непоспортивым футболистом. В России, в России, в России как минимум. Потому что ту игру, которую они демонстрируют, она одна из самых зрелищных. И потом он по результатам, смотрите, кого они обыгрывали и как они обыгрывали. Да. Здравствуйте, Александр Викторович. Почему в современном футболе тренер не меняет местами крайних защитников во время матча для усиления атаки? Местами, крайних защитников местами в каком смысле? Слева направо? Да, ну, наверное, это имеет в виду наш поличок. Ну, знаешь как, здесь тяжело сказать, вот, хавбеки, да, они могут меняться и устраивать такое броновское движение. Вот. А защитников, защитников я такого никогда не видел. Но в этом особой необходимости нет, на мой взгляд. Хотя, вот знаешь как, когда Арабен с Рыбери играли, да, хавбеки, они на разных же фланках играли, да, вот у них был тактический ход такой, что они, один хавбек проходил на фланг другого, и они как раз вот вместе прорывались. А иногда даже оба смещались в середину и через центр прорывались. Ну, это я только у Баварии видел, и у них это здорово наиграно было. По поводу Рубина, хотят побольше от вас некой аналитики. А защитникам, сейчас подожди, по защитникам я тебе еще могу вот на тот вопрос ответить, да, наверное, еще и потому, что там, знаешь как, так защитников можно, ну, флангами менять, если они двуногие. А если они не двуногие, то тогда уже подачи флагов будут некачественные. Наверное, вот это еще имеет значение. Хотя, знаешь, вот Левоногова, например, если поставить направо, да, направо, то подавать он так не будет, но сместившись в центр, он может пробить хорошо. Это важно. Заключительная часть нашего эфира, Александр Бубнов, Рубин. По Рубину я тебе что хочу сказать. У них была тяжелая ситуация в начале сезона, они там даже внизу, там на дне на самом были. Вот, они достаточно уверенно оттуда выбрались. Но у них потенциал, потенциал хороший. Вот в последних играх они его демонстрировали. Причем этот потенциал у них в атаке неплохой. И в обороне они более-менее стабилизировали игру. Классный вратарь Рыжиков, я считаю, на сегодняшний день спокойно. Вот, если смотреть, как брать остальные вратарь играют, то можно его и в сборную брать по надежности. Вот, потому что он на себе тащит Рубин. Вот. Вот. Команда оставляет хорошее впечатление. В принципе, она любой команде может дать бой, как минимум. Вот. А у себя еще и обыграть. Вот. Но для того, чтобы решать серьезные задачи, которые, безусловно, ну, руководство республики будет перед ними ставиться, да, то там нужно усиление и состава, и очень много разговоров там насчет тренера. Ходит уже там чуть-чуть. Исходжи, договорились. Сколько мы клубов с вами сегодня перечислили и у всех. Локомотив, Спартак, вот теперь Рубин. Так вот, Чалой как раз в этом списке, потому что он меньше года работает, и чтобы его оценивать, так, знаешь, на сто процентов, ему нужно полностью, чтобы он провел подготовительный период и работал с командой целый год, а не так, выступал, знаешь, кризисным менеджером. Когда в команде дела очень плохи были, он ее из этого состояния вывел, и здесь уже от него отказываться это тоже неправильно. Но здесь, видишь, руководство все решает, и оно принимает решение окончательно. Последний вопрос, Ингзевич. Вот в ближайших играх чемпионат России ждать сенсации от кого-то? Вот мы еще раз возвращаемся к тому, что лидеры все играют на выезде. Ну, я, знаешь как, не жду, честно говоря. Не жду. Единственное, мне кажется, что Динамо может не проиграть, если вот она как со Спартаком будет играть, вот, и отобрать очки у Ростова. Но это сенсация не будет, потому что Ростов теряет очки на выезде. Вот. А что касается сенсации, вот возвращаясь к Рубину, да, они там заявили, что мы будем, Кисляк сказал, что мы будем биться до последнего, а раз так, то ЦСКА тогда тяжелый матч ждет в последнем туре. Спасибо большое, Александр Бумнов. Александр Ильич, еще раз вас с праздником и всех слушателей с праздников мы поздравляем. Девятое мая, священный день, святой день для нашей страны. Спорт-ФМ, несмотря на праздник, естественно, старается вам дарить хорошее настроение. Будем надеяться, что не только футболисты ваших любимых клубов, но и хоккеисты нас не подведут. Напоминаю, уже через час игра между Россией и Латвией, а прямо сейчас Артем Дроздов и его программа «Все хоккей». Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok